Если помните, то мы недавно смотрели, какие акции покупал Уоррен Баффетт в течение первополугодия. Так, почему же нам не посмотреть, какие акции покупают и другие крутые инвесторы? Эти крупные инвесторы покупают акции через свои фонды, поэтому они обязаны показывать отчетность в форме 13F. Единственное то, что эта форма, она опубликовывается только через 45 дней. Есть довольно удобный сайт, который отслеживает сделки 79 суперинвесторов и составляет список самых покупаемых акций каждый квартал. В этом видео давайте мы с вами поговорим про топ-5 самых покупаемых акций во втором и третьем квартале 2022 года. Но надо сказать, что третий квартал только закончился, поэтому в основном эти акции были куплены во втором квартале. Всем привет, с вами Ярнар и на этом канале я делюсь разной полезной и интересной информацией из мира инвестиций. А также разбираю компании, чтобы определиться, сколько можно было бы купить их акции. А все для того, чтобы вы за них не переплачивали. Если вам интересны эти темы, то обязательно подписывайтесь на этот канал, а также на мой инстаграм. Кстати, недавно я был в гостях у InvestFuture и мы там записали аудиоподкаст. Наверняка вы о них слышали. Это один из крупнейших каналов про инвестиции и финансы на русскоязычном ютюбе. Недавно они открыли телеграм-канал, который специально посвящен теме экономики и финансов Казахстана. Так что можете перейти по ссылке в описании и послушать наш аудиоподкаст, а также подписаться. Хотя я и сказал, что мы посмотрим на пятерку лучших акций, но давайте также взглянем и на другие компании в десятке лучших, потому что там есть довольно-таки интересные названия. Так что давайте начнем. Итак, под номером 10 у нас идет компания Adobe. Она является разработчиком различных программных обеспечений, таких как Photoshop, Premiere Pro, After Effects, Adobe Acrobat и так далее. У них очень сильное конкурентное преимущество. В общей сложности 7 суперинвесторов купили Adobe, так как акции упали на 20% во втором квартале и еще процентов на 25% в третьем квартале. Так что падение было ощутимое. Далее под девятым номером у нас Банков Америка. Банковский сектор не моя стихия, но такие инвесторы, как Уоррен Баффетт и Чарли Мангер владеют их бумагами. Снова 7 суперинвесторов решили прикупить акции Банков Америка за последние два квартала. А акции тем временем упали на 26%. А вот на строчку выше расположился Netflix. Все мы помним, как он рухнул там на 40 с лишним процентов за пару дней в начале второго квартала этого года. 7 суперинвесторов купили их акции. Может, как раз тогда и купили. Хоть конкуренция и нарастает в этой сфере, особенно со стороны Disney+, который набрал кучу подписчиков, но если присмотреться, то Netflix все еще доминирует в области стриминговых сервисов. Их доля экранного времени намного выше, чем у любого другого игрока и даже немного превосходит YouTube. К тому же они собирают намного больше дохода от одного подписчика, чем другие стриминговые сервисы. Так что если вы объедините это с тем фактом, что цены на акции упали на 37% с начала второго квартала и на 64% с начала года, то вырисовывается неплохая картина, которая и привлекла суперинвесторов. Под номером 7 у нас PayPal. На этот раз 8 суперинвесторов решили закупиться их акциями. Это еще одна компания с сильным конкурентным преимуществом. У них очень сильная сеть пользователей, и это позволило им добиться показателя в 42% от рынка обработки онлайн-платежей. Акции потеряли около 30% со второго по третий квартал, а с начала года и того в минусе на 60%. Так что неудивительно, что суперинвесторы проявляют интерес. Ну и под номером 6 у нас компания Booking Holdings. Здесь тоже 8 суперинвесторов вложили средства в акции этой компании. Она представляет собой набор бизнесов, связанных с путешествиями, включая Booking.com, Priceline.com, Kayak, Agoda, Rentalcars.com и OpenTable. Они, как и все туристические компании, сильно пострадали в 2020 и 2021 годах, но теперь они неплохо так восстанавливаются, а их акции со второго квартала упали на 30%. И во всем этом 8 крутых инвесторов увидели возможности. Хорошо, мы быстренько пробежались по компаниям с 10 по 6 место. Теперь давайте немного больше времени уделим нашей пятерке лучших. Итак, открывает наш ТОП-5 Дисней. 10 суперинвесторов решили купить Дисней после того, как цена акции упала на 30% за последние два квартала. И я думаю, возможно, суперинвесторы увидели в этом недооцененность в долгосрочной перспективе. Хотя пока их прибыль еще далека от приковидного значения, но они начинают восстанавливаться. Например, все больше и больше людей возвращаются в их парк развлечений, поэтому и выручка от входных билетов выросла на 70% по сравнению с прошлым годом, что привело к значительному увеличению их операционной прибыли в этом сегменте. Она выросла с 356 миллионов до 2.2 миллиардов за год. И это даже побудило их генерального директора Боба Чапика намекнуть, что спрос сейчас достаточно высок, чтобы они могли начать повышать цены в своих парках, что является очень хорошим знаком для этого сегмента. Кроме того, мы также увидели 15% рост операционного дохода от их вещательного и кабельного бизнеса на внутреннем рынке. Так что с финансовой точки зрения эти два критически важных предприятия, то есть их парки, а также их кабельное телевидение, выглядят неплохо. Кроме того, у них также все хорошо и с подписчиками на стриминговых сервисах. За последний квартал они прибавили 15 миллионов новых подписчиков на Disney+, и в итоге их теперь у них 152 миллиона. И что интересно, это то, что теперь Disney собирается повышать расценки на свои сервисы. И это как бы логично, так как этот сегмент бизнеса у них приносит убыток. А к тому же он еще и увеличился с минус 293 миллионов до более чем 1 миллиарда за год. Скорее всего, до этого момента Disney+, держал цены относительно низко, если сравнивать с тем же Netflix, чтобы добиться некого преимущества. Получается, их главной целью было привлечь как можно больше подписчиков. Таким образом, Рост цен нам говорит, что Disney считает, что они достигли критической массы и доли рынка в 150 миллионов подписчиков. Теперь они могут сосредоточиться на том, чтобы увеличить свой доход с одного подписчика и таким образом вывести в плюс свои стриминговые сервисы. Примерно так обстоят дела у Disney. Теперь переходим к номеру 4, и там у нас расположился Microsoft. Это еще одна мега крупная компания с сильным конкурентным преимуществом. Microsoft, конечно, имеет очень сильный и диверсифицированный бизнес, благодаря разнообразию их программного обеспечения. Как вы можете видеть, у них довольно стабильный рост во всех областях, особенно в их облачных предложениях. Итак, акции Microsoft добавили к себе в портфель 10 суперинвесторов, по мере того, как акции падали на 25%. Просто взгляните на выручку и прибыль за последние 5 лет. Она стабильно растет. Да и свободный денежный поток тоже показывает стабильный рост. А если посмотреть на их балансовую отчетность, то мы увидим, что у них 104 миллиарда долларов наличными и в краткосрочных инвестициях, что по сути тоже можно приравнять к наличным. А долгосрочных долгов всего на 47 миллиардов, так что чувствуют они себя довольно комфортно. Если быстренько взглянуть на мнение аналитиков насчет цены, то в среднем они дают оценку в 321 доллар за акцию. Конечно, это не означает, что вы должны немедленно пойти и прикупить себе акции Microsoft, не сделав своего анализа. Но тем не менее, 10 суперинвесторов посчитало то, что акции Microsoft на данный момент могут быть недооценены или же справедливо оценены. На третьем месте это акции ваших лайков под этим видео. Если вам нравится этот ролик, то, пожалуйста, выразите это видео лайка. Это поможет распространению этого ролика более широкой аудитории, кому, возможно, понравится такой контент. Так что спасибо вам. Итак, на третьем месте среди самых покупаемых акций это Amazon. 15 суперинвесторов купили акции этой компании с начала второго квартала. И надо сказать, что американцы любят Amazon, но ее акции упали во втором квартале на 36%, а дальше примерно держатся на этом уровне. Но на этот раз акции компании отреагировали падением на разочаровывающие отчеты. Если вспомнить, то за первый квартал 2002 года компания показала годовой рост выручки всего на 7%, что является самым медленным темпом роста за квартал со времен пузыря доткомов в 2001 году. Вследствие чего акции упали примерно на 27% за две недели. И инвесторы были действительно обеспокоены тем, что макроэкономические условия могут негативно сказаться на желании среднестатистического потребителя тратить деньги. Возможно, оно так и есть, ведь во втором квартале выручка снова выросла только на 7% по сравнению с предыдущим годом. А онлайн-продажи и вовсе упали, что вызвало изменения в настроении инвесторов. Но, как обычно, это и бывает, когда одни продают, другие в этом видят долгосрочные возможности. Поэтому неудеительно, что некоторые крупные суперинвесторы посчитали это выгодной сделкой. Теперь у нас осталось всего лишь две компании в этом списке. Сможете догадаться, какие это? Напишите в комментариях перед тем, как я скажу. На втором месте расположился довольно очевидный выбор, и это компания Мета. Ее акции купили в 18 суперинвесторов с начала второго квартала. Цена акции упала примерно на 30% во втором квартале, а к концу третьего падение составило 40%. Акции Мета – одни из самых сильно упавших в этом году. С начала года они в минусе на 62%. ПНЕ-компания сейчас на уровне всего 11, что довольно низко для такой компании. Помнится, у Майкросса в 2011-2012 годах тоже был ПНЕ в районе 9-10. Интересно, сможет ли Фейсбук повторить его путь? Для такого низкого ПНЕ есть несколько причин. Во-первых, Apple и Google ограничивают отслеживание данных для рекламы. Во-вторых, нынешние макроэкономические условия, которые влияют на бюджеты крупных рекламодателей. А также огромные инвестиции в разработку Мета-вселенной, которая будет пожирать немало денег. Только во втором квартале компания понесла убытки в размере 2,8 миллиардов долларов в сегменте Реалти Лапс. Это, конечно, немаловажно, но одна из основных причин беспокойства инвесторов на данный момент – это рекламный бизнес. Практически весь доход Мета приходится на этот сегмент. И сейчас, когда экономические условия становятся все более и более жесткими, инвесторы обеспокоены тем, что крупные рекламодатели Мета сократят свои расходы, что, конечно же, потом отразится и на показателях Меты. Недавно компания сама поделилась ожиданиями. Сохранение слабого спроса на рекламу, с которым мы столкнулись во втором квартале, по нашему мнению, было вызвано макроэкономической неопределенностью. Но вот в чем дело. И, кстати, именно поэтому акции Метро и расположились на верхних строчках. Если вы долгосрочный инвестор, то зачем вам беспокоиться о макроэкономической среде в ближайший год или два? Это не должно вас тревожить. И помните то, что большинство участников на рынке как раз-таки сфокусированы на краткосрочной перспективе. Именно в такие моменты мы, долгосрочные инвесторы, получаем несоответствие на рынках, когда крепкий и хороший бизнес становится недооцененным. Потому что краткосрочные инвесторы начинают суетиться. Если посмотрите на показатели Меты, то у нее довольно неплохой рост. Высокий ROI, а также 12.7 миллиардов долларов наличными. И в ликвидных бумагах 28 миллиардов. А долгосрочный долг всего лишь 20 миллиардов. Это мы еще не смотрели на их денежный поток. Так что компания тоже никуда не собирается уходить в ближайшее время. Потому-то я и не удивлен, что суперинвесторы решили ухватиться за эту возможность. И теперь пришло время раскрыть сегодняшнего любимца. Первое место среди самых покупаемых акций среди суперинвесторов стала компания Google. Аж целых 29 из 79 суперинвесторов так или иначе купили акции Alphabet. 16 суперинвесторов купили акции класса А и 13 купили акции класса С. Если спросите, в чем разница между акциями класса А и класса С, то они довольно-таки похожи. Просто разница в том, что класс А дает право голоса, а класс С не дает такого права. Но в любом случае акции Alphabet в этом квартале привлекли очень много внимания. За второй квартал акции упали на 22%, а к концу третьего квартала упали на 31%. Google настолько ввелся в жизни людей, что уже есть и глагол «углить». Да и финансовый показатель компании тоже на высоте. За последние 5 лет выручка выросла на 113%, чистая прибыль на 342%, а свободный денежный поток на 206%. ROIC за последние 5 лет у них составила 14%, что тоже отличный показатель. К тому же на балансе компании 125 миллиардов долларов наличными и в краткосрочных инвестициях, а долгов всего на 15 миллиардов. Они могут погасить их в любой день. Так что да, их бизнес очень сильный и стабильный. Их доходы за второй квартал тоже растут. Они отметили, что несмотря на макроэкономические показатели, они наблюдают увеличение расходов на рекламу со стороны крупных рекламодателей. И это хорошо. Также у них на 6% выросли и показы рекламы. И цена за показ тоже выросла на 2%. Так что единственное, что произошло, это то, что акции распродавались вместе и с остальным рынком. В общем, увидев все это, суперинвесторы подумали, почему бы не закупиться акциями такой крутой компании, как Google. А вы напишите в комментариях, какие из этих акций вы купили в этом году или же хотели бы купить. А я с радостью почитаю. Также не забывайте подписываться на этот канал и ставить на колокольчик, чтобы не пропускать будущие ролики. Спасибо огромное, что досмотрели это видео до конца. С вами был Ярнар. Увидимся в следующем видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok